1 апреля, и это не шутка, правительством был принят закон, который предписывает облагать НДФЛ по ставке 13% доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги – более 1 млн. рублей. Подробнее поговорим об этом в нашем новом видео. Как будет работать новый порядок налогообложения по вкладам? Новый порядок применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2021 года. То есть накопленные проценты за 2020 год не облагаются никакими налогами. Доходы в виде процентов по вкладам в банках и ценным бумагам учитываются при определении базы по НДФЛ за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены. Отметим, что разложить несколько вкладов по банкам с суммой менее 1 млн. рублей не получится, поскольку расчет будет осуществляться совокупно. Гражданам не нужно заполнять никаких деклараций, а также нет надобности предоставлять сведения налоговикам. Все это сделает за них банк. Банки обязаны не позднее 1 февраля года следующего за отчетным периодом предоставить налоговым органам сведения о процентах, начисленных физическим лицам в виде доходов по вкладам в течение всего отчетного периода. То есть впервые отчитаться по доходам 2021 года банки должны до 1 февраля 2022 года. Что будут делать налоговики с полученной информацией? Они определят общую сумму доходов со всех вкладах, потом рассчитают необлагаемую сумму и вычислят сумму налога. Если будет разница, то налоговики доначислят НДФЛ по ставке 13%. Сколько же гражданин отдаст налогов со своего дохода? Как мы уже отмечали, расчет производится совокупно со всех вкладах физических лиц, открытых в разных банках. При расчете процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее чем под 1%. На следующий день ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%. Предположим, что у человека есть депозит 2 млн. рублей, по которому начислен доход по ставке 5% в размере 100 тыс. рублей. Необлагаемый лимит составит 42,5 тыс. Доход за вычетом суммы освобождения 57,5 тыс. Налог с процентов 7 тыс. рублей. Реальный доход за вычетом налога 92,5 тыс. рублей. А как рассчитывается налог с валютных вкладов? И на какую дату определяется лимит в 1 млн. рублей? Валюта вклада пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ на дату выплаты дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями при расчете суммы НДФЛ, не учитывается. То есть, если бы на 1 января 2021 года рублевая оценка валютного вклада составляла 1 млн. рублей, а на конец года 1,2 млн. в результате падения курса рубля, то с курсовой разницей в 200 тыс. налог платить не нужно. Сам же алгоритм расчета налога тот же, что и для рублевых вкладах. Отметим, что рост цен обесценивания рубля практически никак не сказывается на ставке по банковским вкладам. Сегодня размещение средств в банках практически не приносит доход, ведь проценты по ставке 5 годовых едва перекрывают инфляцию. А с этого года будет взыматься еще и налог на доход. Как прогнозируют банковские аналитики, в 2021 году реальные ставки по вкладам могут стать отрицательными. Уже в 2020 году отмечался отток вкладов с депозитов. И эта тенденция, скорее всего, продолжится в 2021 году. Куда вложить нажитые непосильным трудом средства? Понятно, что если речь идет о сумме менее 1 млн. рублей, то, скорее всего, человеку лучше всего воспользоваться банковским депозитом по ставке в среднем 5-6% годовых. А если у гражданина накоплены сбережения на более крупную сумму, то стоит задуматься о других инвестиционных активах. Например, популярным на рынке является инвестиционный продукт Альянс в долларах. Альянс инвестиций является одной из старейших российских управляющих компаний. Минимальная доходность по траншам за 2019 год была 3,5%, а максимальная составила 10%. Как видим, доходность выше ставок по банковским депозитам. Все суммы инвестора застрахованы в полном объеме. 100% гарантия возврата первоначально вложенных средств. Наиболее продвинутые граждане могут вкладывать деньги в акции. Для этого нужно открыть брокерский счет, через который можно управлять ценными бумагами. За его введение взимается комиссия. Один из способов купить акции через фондовую биржу. В России действуют две ключевые биржевые площадки. Московская и Санкт-Петербургская биржи. Физическое лицо инвестор может получать доход от акций за счет роста их стоимости на бирже, а также за счет выплаты дивидендов. Сбережения можно вложить в так называемые металлические счета, либо купить слитки в банке. В основном пользуются популярностью золота и серебро. Хорошим способом увеличить свой доход для тех, кто не обладает достаточными финансовыми познаниями, является передача денег в доверительное управление. То есть это передача средств распоряжения управляющему с целью их вложения в прибыльные компании. Многие наши граждане, чтобы спасти обесценение рубля, покупают иностранную валюту. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин